Возвращаемся к теме 9 мая. Первый чемпионат по служебному биатлону, организованный Росгвардией, собрал на старте несколько десятков правоохранителей из разных подразделений. Организаторы приурочили состязание к грядущему Дню Победы и предрекли этому начинанию большое будущее. На старте 60 бойцов элитных спецподразделений Росгвардии, полиции и УФСИН со спортивным биатлоном. Этот марш-бросок роднит беговой огневой микс и схожая цель. Пробежать быстро, выстрелить метко. В остальном ничего общего. Никаких лыж, а вместо спортивной винтовки – табельное оружие. Служебный биатлон с автоматом Калашникова или его модификацией. Трасса 5 километров, команда 4 человека. После выполнения марш-броска 5 километров команда в полном составе прибывает на голый рубеж и выполняет огневое упражнение из 10 патронов. Значит, задача попасть в черный круг на мишене. Каждый промах, то есть не попадание в черный круг – 30 секунд штрафных для команды. Дополнительное испытание, пересеченная местность и удивительная для Майя жара, когда позади 5000 таких метров собрать в кулак выносливость и меткость могут только настоящие профессионалы. Второй этап – спринт. На поясе пистолет Макарова впереди три отрезка по 500 метров и два огневых рубежа. Задача та же – скорость и меткость. Условия максимально приближены к боевым. Это уже признание участников на финише. Соревнования, которые подразумевают бег на выносливость, они всегда довольно-таки сложные. Приходится терпеть, преодолевать себя. Но это, наверное, для сотрудников правоохранительных органов один из самых важных элементов физической подготовки, преодоления себя через «не могу» пробегать и двигаться. Но остреба – это даже неотъемлемый элемент подготовки. По итогам двух этапов первое место заняли хозяева чемпионата бойцы СОБР «Рубин». Их коллеги-спортсмены спецподразделения ОМОН «Варяг» взяли бронзу. А серебро завоевали гости – команда регионального управления МВД. Ну а организаторы – новгородский отдел Росгвардии – уже выразили надежду, что открытый чемпионат по служебному биатлону станет традиционным событием, предваряющим празднование Дня Победы. Из Батецкого района Ольга Ионова, Ирина Смирнова, Владислав Ковалевский. Новости. Новгородское областное телевидение.